Художественная школа займет бывший дом пионеров уже в этом году. На переезд не отменяет строительство нового здания, заверили в администрации района. Нынешние помещения, где готовят новых деятелей искусства, выглядят действительно скромно. Школа занимает первый этаж жилого дома и вмещает в себя всего восемь классов. Комнаты настолько маленькие, что ученикам приходится сидеть вплотную друг к другу. Педагог ходит, буквально расставляет мольбертик. Он сам с трудом это может расставить, не говоря уже о том, что четвероклассники, третьеклассники, они вообще не в состоянии найти себе место. Если он задержался и опоздал, там просто не вставить никуда мольбертик. В некоторых даже классах нет раковины, надо спуститься вниз. Проблему частично собираются решить, переселив художников в помещение муниципалитета на Красной улице. Тем более, это бывший дом пионеров. Чиновники же переедут на соседнюю улицу Урицкого в административное здание. Более просторные площади позволят школе принять около 600 детей. Это в два раза больше, чем сейчас. Но все желающие всё равно не смогут туда попасть. Каждый год конкурс 10 человек на место. Ещё одна надежда – новая школа искусств, которую планируют построить на улице Тверской. Но это далёкая перспектива. Проекты ещё на стадии разработки, а утвердят его только к 2020 году. Когда начнётся само строительство, пока неизвестно. Бюджет ещё не утвердили. Даже открытие школы на Тверской не покрывает всех наших потребностей. Поэтому две школы всегда лучше, чем одна. Тем более, что эту школу мы запустим в кратчайшие сроки. Старое помещение школы пустовать также не будет. В нём собираются открыть дополнительный многофункциональный центр «Мои документы». Отремонтировать все объекты и полностью завершить переезды планируют в течение этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова